Война забирала всех без разбору и тех, кто был на фронте и мирных же хоров, а ли самое жудостное, когда охвярами становились безвины и дети. Память об трагично оборванных лесах, хлопчиках и девочинок увособлена в мемориальном комплексе у вёсцы Червоный Берег Жлобинского района. Напереды дни 75-й годы, дня перемоги, сюда проезжают люди, яким необыяково, якой ценой досталась наша свобода. Сегодня журботные мястины наведал министр энергии таки Беларуси Виктор Каранкевич. Марина Джалай с подробностями. Горыш – более пронизливое разумение того, что минулое не изменит. Нильга зарабить так, аб дети, які загинули под час войны, смогли прожить счастливое и долгое житцо. Можно только памятать абгеты не в тлумачальной страте. Вокол помника – яблоневый сад. У гетые дни – самый пик его квятненья. Белые кветки – трагичный контраст с кровью у детей, яка пролилася на беларускай земли. Мы находимся в мемориальном комплексе, который является одним из символов той страшной войны, которая была, то есть страшная трагедия, которая произошла, чтобы мы современное поколение это помнили, могли передавать своему поколению, чтобы не допустить этого никогда. Минавито в Черном Березе размещался один из буйнейших дитячих донорских концлагеров. Тут тримали хлопчика у девчонок, им было от 8 до 14. Их силы отбирали у матерей у Жлобинским, Рогачевским, Добружским и инших районах. У маленьких брали кровь для нацистских солдат и офицеров. Тих, кто заставался у живых, отправляли в Германию. Выживали в реште не многое. Каждый уважаемый себя человек все-таки должен знать и понимать, что для нас, для нашего славянского народа, для всего мира, скажем так, история Второй мировой войны, а для нас Великой Отечественной войны. Поэтому в преддверии этого праздника мы не могли не посетить этот мемориал и не отдать дань тем событиям, тем людям, которые участвовали и пострадали. На ведальниках мемориалы, как бы сустракая скульптура девчонки с узнятыми у гору руками. Центр композиции – площадь солнца. Промяне аллеи разыходятся по яблоневым саде. Один из их проходит празимпровизованный мертвый класс с пустых белых парт и школьной дошки. На ей – пероцмеротный лист 15-годовой Кати Сусаниной до батьки. На площади солнца – белый парусник, который символизует мары, и кем не наконовано было справиться. Побыч 24 мольберты с детячими маленками. Данный мемориал – это мемориал, который посвящен памяти всех детей, независимо от того, находились они в этом концентрационном лагере, в лагере «Красный берег» или находились в каких-то других лагерях. И даже независимо от того, находились ли они в концлагере. Я повторю еще раз – это памятник, который увековечивает память любого ребенка. Независимо от того, был он в концлагере или нет. Потому что война для каждого малыша – это, в первую очередь, трагедия. Это потеря родных, это голод, это одиночество, это холод, это всегда боль. С мемориала памяти детям о хверах Великой Чайной войны вертаешься иншим. И то, что случайно занадто клопотило и бянтежило у нашей повседенности, сдаётся не таким складанным. Проблемы становятся ворошальными, а кожное мгнение – каштунным даром життя. Марина Джалая, преподтримца агентства «Телли новинов» Жлобинский район.